Принцип соучаствующего проектирования. Жители двора на улице Шверника, где вскоре может появиться новый детский сад на 132 места, снова встретились с общественниками и представителями власти. В этот раз обсудили предложение местных жителей, какой они сами хотят видеть территорию. Освоение территории в данном участке, в том числе с благоустройством, должно все-таки носить комплексный парад. То есть других вариантов о своем территории, ну просто жители, они их никак не поймут. Напомним, изначально новость о строительстве дошкольного учреждения не все встретили с энтузиазмом. Одни жители посчитали, что оно необходимо, ведь очередь в соседние сады более 800 детей. Другие были против, поскольку хотели увеличить места для парковок и оборудовать зону отдыха. В качестве компромиссного решения на состоявшихся ранее обсуждениях наметили план по благоустройству придомовой территории с учетом строительства дошкольного учреждения. При этом жители заверили, что строительство принесет много позитивных изменений. За счет строительства социального объекта, может быть, кто-то пропустил бы эту тему, а здесь она неизбежно касается. Получается замена сетей, то есть отсутствие текущих колодцев, отсутствие матрасов, бетонных плит и так далее. Таких перемен, как оказалось, ждут и сами местные жители. Я обеими руками за строительство этого детского сада, честно скажу, потому что мне надоело вот это вот, честно говоря, вот это там, да, аллея на Красивую, да, но рядом с этой аллеей что творится, вот этот овраг, где там эти шалаши, вот только в прошлом году, по-моему, их не было, да, этих шалаши, так постоянно там пустанет, заросли. Представители городской администрации, Думы и регионального отделения Общероссийского народного фронта записали все пожелания жителей, среди которых детские площадки, парковки, зона отдыха для пожилых и многое другое. Это всегда очень творческий, непростой процесс, но тогда, когда происходит учитывание интереса всех жителей, всех категорий, в конце однозначно уровень удовлетворения от проделанной работы очень высокий. И всегда большое количество пожеланий и благодарностей от жителей, потому что действительно территория получается родной, теплой, очень уютной. Специалисты подготовят новый проект благоустройства территории с учетом предложения местных жителей, поскольку это и есть главный принцип соучаствующего проектирования, вовлечения в процесс планирования всех заинтересованных сторон. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, События.